Здравствуйте! Наверное, на каждом усадебном участке найдется место, где практически всегда тень. И украсить этот участок какими-либо цветами очень сложно. И вот здесь мы сразу вспоминаем про бегонию клубневую, которая как раз растет и цветет лучше всего именно где тень или полутень. Вообще клубневые бегонии это очень интересное растение. Они известны нашими садоводами уже давно. И выведены сорта, которые прекрасно цветут и в наше короткое лето. Но все же для того, чтобы высадить уже цветущее растение в сад, а это растение боится морозов и сажать его нужно в начале июня, Клубневые бегонии лучше всего укоренить и прорастить до посадки. Тем более, что бегонии очень хорошо переносят пересадку в цветочном виде. Вообще бегоний разновидностей очень много. Это вот и такие крупные цветки, похожие на розу. Это и вот что-то похожее на пион или на гвоздику. Цветов, расцветок бегоний очень много. И желтый, и красный, и оранжевый, и белый. Можно сажать клубы монохромные, можно посадить вот такие яркие, веселые. Бегонии выращивают не только в земле, в грунте, а также можно выращивать в горшках, в вазонах. Это будет тоже очень красиво. А сейчас я вам расскажу, как правильно укоренить бегонию в горшке. Бегонии размножаются и продаются вот такими клубнями. Клубень бегоний несимметричный. И как раз вот иногда бывает такой вопрос, непонятно, где у него ростки, где корешки, где вверх, где вниз. Клубень бегоний с одной стороны плоский, а с другой стороны он вот такой вот полусферический. Плоская часть – это верх, вот отсюда будут расти росточки. А вот эта часть должна быть в земле, отсюда будут расти корни. Для того, чтобы куренить бегонию, возьмем рыхлую, торфяную землю, потому что в такой земле лучше всего разрастается корневая система. Так как я не планирую выращивать бегонию в качестве горшечного растения, горшочек может быть и не столь красивый, потому что это все я потом высаживаю в открытый грунт. Насыпаем практически полный горшок земли. Делаем углубление и поливаем водой. Затем берем клубень и вот так помещаем его и присыпаем с боков землей. Таким образом, чтобы у нас вот эта вот часть заглублена не была. И когда вы будете поливать, следите за тем, чтобы вода вот сюда, вот в это вот углубление не попадала, потому что вот эта вода застаивается вызвать гниение клубня. И поливаем мы строго по краю. Следим, чтобы вода не попадала у нас в середину. Пока еще почки не проснулись и корни не образовались, поливаем растения умеренно. А дальше будем поливать по мере пересыхания почвы. Вот в таком виде ставим в теплое, светлое место и ждем, пока наклюнутся ростки. Ростки, когда проклюнутся, их видно сразу. Вот здесь вот у луковички, у клубня уже вот начинают видеться. После посадки неделю будет растение укореняться, а потом уже можно его будет подкармливать минеральным удобрением с микроэлементами. И когда минует угроз заморозков, либо высаживаем его в открытый грунт, либо сажаем в вазон и делаем композицию. И вы увидите, как красиво и прекрасно станет ваш теневой уголок. Повторюсь еще раз, не сажайте бегонии на открытые солнечные места. Они любят тень и полутень, а солнце они просто сгорают. Надеюсь, наши советы помогут вам сделать любой уголок вашего сада красивым, привлекательным и цветущим. Субтитры сделал DimaTorzok